Олигарх Троценко, советующий друзьям бежать из страны, спасать, выводить свои деньги, конечно, прав. Но, кажется, он опоздал. Кровавым русским рублям не рады во все большем количестве стран мира и даже, кто бы мог подумать, на Кипре. Там главный, крупнейший банк начинает закрывать счета россиян. России грозит дыра в бюджете размером с государственный бюджет Аргентины. Бюджетный дефицит страны-агрессора к концу года может достигнуть 12,5 трлн рублей, подсчитали в KSE Institute. По итогам 2023 года дефицит бюджета РФ будет в 3-4 раза больше, чем в прошлом году. Если в 2022 году он составил 3,3 трлн рублей, то в этом году он может вырасти до 12,5 трлн рублей. Эти финансовые проблемы – прямое следствие невероятно возросших расходов Путина на войну и санкций цивилизованного мира за эту же войну. Расходов у российского режима из-за кровопролития в Украине стало больше, а доходов из-за санкций значительно меньше. В итоге за первые три месяца в 2023 году Россия почти вышла на дефицит бюджета, который был заложен на весь год. Они написали себе 3 трлн рублей дефицита в 2023 году. Это официальная цифра бюджета. Январь месяц у них 1,8 трлн. Январь-февраль 2,6 трлн. Январь-февраль-март 2,5 трлн. Показатели бюджетного дефицита катастрофическими называет и российский оппозиционный экономист Сергей Гурьев. Мы видели, что если мы посчитаем последние четыре квартала, три квартала, три последних квартала в 2022 году и первый квартал в 2023 году, за это время российский бюджет недосчитался 7 трлн рублей. 7 трлн рублей составил бюджетный дефицит. Это 4,5% ВВП. Это очень большой дефицит, особенно в ситуации, когда его нечем финансировать. Экономист Олег Пензин прогнозирует колоссальный дефицит бюджета Российской Федерации, но с цифрой в 12 трлн не согласен. Фонд национального благосостояния, откуда Путин уже вытягивает деньги, был на начало года 10 трлн рублей. Дыру в 12 трлн он не покроет. Я не думаю, что они вывалятся в 12 млрд дефицита. Почему не думаю? У них всего 7,5 млрд рублей фонд благосостояния. Они в 12 не вывалятся точно, потому что им этих 12 просто рефинансировать будет нечего. Поэтому максимальный дефицит, который теоретически я ожидаю, это где-то порядка 4-5 трлн. Но даже такой уменьшенный прогноз по дефициту бюджета не несет ничего хорошего для россиян. Ведь значит, что реальную нехватку денег покроют не из фонда благосостояния, а за счет граждан. Кремль уже начал сокращать расходы. Вот только не на войну против украинского народа, а урезать медицину и образование россиян. В феврале месяце они сократили бюджетные расходы на 15%. В марте месяце они сократили бюджетные расходы на 18%. Скажем так, не сократили, они не профинансировали. Они перекинули бюджетные расходы на конец года. Они не профинансировали образование и здравоохранение. Пока такие сокращения не касаются зарплат. Ведь впереди у Путина выборы. Бюджет в России пытаются спасти, остановив финансирование на ремонт и строительство школ, больниц. Будут резаться инвестиционные программы, развитие регионов, инвестиционные программы, развитие отраслей, развитие социального сектора, развитие регионов, создание новых там, да господи, даже самая газификация. Все это будет нагреть. То есть все инвестиционные программы будут свернуты. Для российских граждан это, вероятно, означает ухудшение медицинских и образовательных услуг, которые в российской глубинке и так на очень низком уровне. Дефицит бюджета режим пытается гасить и повышает стоимость коммунальных услуг. В итоге за войну и как следствие санкции буквально платит каждый россиянин. Но будет только хуже. Ведь санкции продолжают ужесточать. В итоге, по прогнозу главы Национального банка Украины Андрея Пышного, в следующем полугодии Центральный банк Российской Федерации должен будет прибегнуть к покрытию бюджетного дефицита Российской Федерации за счет печати денег. Это запускает спираль. Эта спираль приведет Россию к экономическому финансовому краху, а политический режим Путина к банкротству. Для российской экономики это плохие новости. Для мира в Украине, для Украины, для всего мира это хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин